ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА Хотя существует в прокуратуре такое структурное подразделение, как военная прокуратура. Вот как раз к этой структуре вопросов сегодня, наверное, возникает меньше всего, потому что практически все самые резонансные дела в Украине расследуют как раз военная прокуратура. То ли время военное, то ли доверие к военным прокурорам все-таки больше. Это та самая структура, которую в Украине должны были ликвидировать, но как раз и помешала война на Донбассе. Вот такая ситуация. Давайте вместе с вами попытаемся определить, какой из структур вы доверяете больше, прокуратуре, суду или полиции. Ну, армия вне конкуренции, поэтому мы ее сюда не включали. Телефоны на ваших экранах, три варианта ответа на интерактив. Голосуйте, высказывайте свою точку зрения. Мне интересно, будет в финале нашей программы подвести итоги. Итак, я с удовольствием представляю гостей в студии. Сергей Яровой, начальник отдела военной прокуратуры Южного региона Украины. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И справа от меня Дмитрий Роговский, глава консультативного совета при Одесской областной прокуратуре. Тот самый консультативный совет, который начал свою работу буквально несколько дней назад в обновленном составе. И давайте вместе с вами... Сергей, давайте с вас начнем. Итак, есть ли какие-то подробности вот этого задержания? Насколько я понимаю, речь идет о городе Черноморск. Там происходило это задержание. Тот самый Черноморск, где были задержаны полицейские, которые незаконно избивали людей. И они предстали перед судом еще в августе, насколько мне известно. Вот давайте задержание. Что же это было? Ну, я все-таки, наверное, вернусь к событиям, которые вы назвали перед этим. Значит, я напомню, что в феврале этого года военная прокуратура изобличила группу работников уголовного розыска города Черноморска, которые занимались избиением, незаконным лишением свободы граждан для того, чтобы искусственно поднимать показатели работы. Ну, либо зарабатывать таким образом. Наверное, к сожалению, каждый из граждан Украины слышал о пытках в милиции. Все мы ждали того, что после реформы, преобразования этого органа в полицию, мы перестанем слышать подобные случаи. Как оказалось, это не совсем так. Тогда на поддержку полицейских, это тоже освещали средства массовой информации, в поддержку полицейских выступило их руководство. Благодаря этому суд не очень строго к ним отнесся, и по отношению к ним тогда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Никого под стражу тогда не заключили из этих шестерых людей. Они находились под домашним арестом, на них возлагались определенные обязанности в связи с этим. Естественно, любой человек, ну, разумный, по крайней мере, тот, который попал в подобную ситуацию, наверное, не стал бы совершать ничего предосудительного в этот период для того, чтобы продемонстрировать свое образцовое поведение и рассчитывать на снисходительность правосудия. Вместе с тем, в период, пока мы расследовали это уголовное производство в отношении этих шестерых сотрудников уголовного розыска, выяснилось, что один из них, помимо совершения должностных преступлений, вот, тех, которые я озвучил, входил в состав организованной группы, которая занималась общеуголовными преступлениями. В основном корыстные направленности, то есть это разбой, грабежи, обычные кражи с проникновением, так называемые обычные, потому что целью этих лиц, этой группы лиц являлись в основном состоятельные граждане, то есть было четкое распределение ролей между ними, то есть одни подыскивали объекты нападения, вели за ним наблюдения, вот, использовали для этого технические средства. То есть классическая такая схема преступная группа? Да, классическая преступная группа, которая занималась отъемом имущества у состоятельных граждан в основном города Черноморска, но иногда они гастролировали по всей Одесской области, а иногда и за пределами Украины. Вот, то есть это сейчас мы пока расследуем, то есть на данный момент задокументировано только три эпизода их противоправной деятельности, но работа ведется в этом направлении. Что же позволяло им так безнаказанно действовать? А позволяло как раз-таки участие в этой группе правоохранителей. Действующий сотрудник уголовного розыска входил в состав этой группы, руководитель следственного подразделения, реформированного полицейского подразделения, и сотрудник прокуратуры, который осуществлял надзор за следствием полиции. Я более того вам скажу, что вчера, когда в новостях начали показывать, демонстрировать фрагменты наших задержаний, и люди увидели на фотографиях похищенное у них имущество, они сегодня пришли к нам, эти потерпевшие, и сказали, ну наконец-то хоть кто-то на это реагирует. Мы приходили в полицию, мы пытались, мы говорили о том, что нас похищали имущество, нас под различными предлогами футболили. То есть то ли не принимали заявление, вместо того, чтобы регистрировать, вносить его в единый реестр, до судебных расследований проводить расследование по делу, рассматривали как какую-то жалобу. Либо просто терялись эти обращения и исчезали. Человек приходил через несколько дней в полицию, видел круглые глаза дежурного. Вы знаете, я сейчас вас слушаю, вспоминаю 2010 год, когда мне лично удавилось столкнуться с системой так называемого правосудия, именно МВД, в Приморском райотделе, у меня не брали заявление, пришлось его силой фактически заставить дежурного взять это заявление. Бежал дежурный, с кем-то разговаривал по телефону, что мне его на асфальт положить, я у него уже принял заявление. То есть такое ощущение, что эта система не поменялась. Вопрос будет к Дмитрию. Сергей правильно заметил, проходило реформирование, отбор новых, старых кадров. Казалось бы, и общественность в этом принимала активное участие. В итоге, маем это еще маемое, казалось, Леонид Кравчук. Как в дальнейшем возможно этого избежать? Потому что мы прекрасно понимаем, что это всего лишь единичные случаи. Таких случаев по Украине, конечно же, намного больше. И в Одесской области в частности. Я напоминаю всем, что березень, квитень 2016 года в Одессе проходил прокурорский майдан. З чего все началось. Я маю на увазі переформирование консультативной ради. И певна кількость громадских активистов, представников, как говорят, институтов громадского общества, организовывались, подписали меморандум и внесли пропозицию переформировать громадскую раду, консультативную раду при прокуратуре Одесской области. Нарешті, сгідно с законодавством, мы это сделали. И главной тезой новой ради, я не буду остановиться, как это проходило, главной тезой этой ради мае стать таки гасло. Все эти уровни перед законом, закон единый для всех. И сейчас уже начинается такой, скажем, рабочий процесс по формированию деятельности нашей Ради. Вот 23-го будет, скажем, первые рабочие сборы, где будут выработаны комитеты. Рабочие комитеты, которые будут заниматься, певно, теми вопросами, которые сейчас стоят на порядке денном, как в нашем суспільстве. А главное, это первый такой комитет, который будет основным, это комитет по контролю за законностью дій органов прокуратуры Одесской области, который будет там подразделяться на рабочую группу, сейчас не будет запринять на них увагу. И другой комитет, это комитет против дії коррупции в органах прокуратуры, державної влади, правоохоронных органах, а также в органах местного самовределения. И я уверен, что до нас будет обратиться к нам кількости населения нашей области, города. Также много гражданных активистов, которые были членами нашей Ради, будут также поднимать эти питания, которые существуют сейчас в нашем суспільстве. То есть порушение законодавства именно в правоохоронных органах и в органах прокуратуры. Сергей, вам вопрос, вы услышали ответ Дмитрия в военной прокуратуре. Вот такой консультативный совет нужен из общественности или сегодня вы сами справляетесь с тем, с чем вы сталкиваетесь? Потому что я напомню телезрителям, наиболее резонансные коррупционные дела находятся в ведении вследствие военной прокуратуры, потому что военной прокуратуре и наш интерактив показывают, что прокуратуре сегодня больше доверяют, потому что, наверное, в этой студии именно военный прокурор. Кстати, с руководством вашим мы общались, и они говорят, вот такой контакт с общественностью необходим. Я абсолютно поддерживаю эту позицию, и, ну, более того, я скажу, что, в общем-то, результаты нашей работы во многом как раз и зависят, и во многом связаны с тем, что у нас такие контакты существуют. Потому что для того, чтобы нам доверяли те же самые потерпевшие, которые обращаются к нам за помощью, вот, они должны получать обратную связь. Вот, обратная связь в основном происходит через общественные, через общественные организации. Как это будет называться? Там консультативный совет, ну, в общем-то... Инструмент власти должен быть под контролем общественности и взаимодействовать. Общественность сегодня может давать не только, скажем, какие-то коммуникации, посылы для коммуникации с обществом, но и, скажем так, показывать прокуратуре, в том числе военной. Смотрите, вот здесь творятся безобразия, вам необходимо с этим заниматься, с этим разбираться. Абсолютно. Думаю, что такое взаимодействие и есть, ну, по крайней мере, в нашей структуре. Мы точно так же воспринимаем конструктивную критику, как и любой это должен делать. Потому что, безусловно, в любой деятельности не может не быть каких-нибудь ошибок, то есть не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, если кто-то видит в нашей работе какие-то погрешности, которые следовало бы исправить, и со стороны иногда это виднее, поэтому почему бы и нет. Если эта критика адекватная, если она соответствует действительности, то почему бы и нет. Собственно говоря, за это только можно поблагодарить. Митро, чи не может стати оця громадская консультативная рада, действительно, не имеет значения, как будет называться ця структура громадская, таким, знаете, карающим мечом, да, и с введением рахунктов кого-то с кем-то, какой-то прокурор, в том числе, возможно, військовый, там, областный, он скажет, так, громадская рада, консультативная рада, у той прокурора мне не подобается, у меня нет основ, чтобы его освободить. А вы на него натисните, я скажу, громадская вимагает, все, давайте его прибирать. Я зрозумію, Сергій. Ну, главная теза у нас в раде, от чего мы начинаем, это критика, направленность деятельности, это так основное, но это такая вибудова доверия у общества к органам прокуратуры, это касается нашей рады. Поэтому не стоит на метре загонять кого-то в тупики. Если есть порушение законодательства с органом представителя прокуратуры, мы будем поднимать и давать наголосу на это вопрос. Если человек действует за законом, я может быть у него вопросом. Только перед эфиром мы с, шановным паном прокурором, мы говорили о нашей взаимодействии и общении, то есть мы уже нашли, как говорят, точки дотику, как мы будем дальше работать. То есть наша площадка уже послужила такой площадкой для коммуникации между вашей радой и военной прокуратурой. Дивите, есть комментарии людей в социальных сетях Facebook, как раз после этого задержания накануне в Черноморске, в частности один из граждан пишет о том, и что дальше. Возвращаемся к началу разговора. Выпустят из-за отсутствия состава преступления, а если и суд состоится, тогда по минимуму все, немножко по-другому, уйдут за кордон и будут объявлены международные розыск. Как пить дать? Уйдут. Вот такие случаи, показательные случаи. Что с этим? Вот судам там кто-то тоже доверяет. Суд не пойдет на поводу преступников, действительно какие-то законы начнут применяться, механизмы, домашние аресты действительно уйдут в Приднестровье, уйдут в Россию. Ну, на сегодняшний день данные опасения не оправданы, потому что на сегодняшний день судом рассмотрены практически по всем задержанным лицам наши ходатайства об избрании меры пресечения, и этой меры пресечения является содержание под стражей. Без какой-либо альтернативы, поскольку все задержанные лица подозреваются в совершении тяжких преступлений, связанных с насилием. Поэтому единственной мерой пресечения, которая способна обеспечить их надлежащее процессуальное поведение, является содержание под стражей, где они находятся. Вот. Касаемо меры наказания последующей, то правонарушения, в которых на сегодняшний день они подозреваются, предусматривают наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Вот. Поэтому сказать, что это много или мало, не знаю, мы увидим. Дмитрий, чи будете ви допомагати прокуратуре, когда суды будут принимать явно неправомирные решения? Мы знаем ситуацию с тем самым Макухой, когда там был військовый прокурор, до речи, у нас на эфире, он говорил, что как это так, да? Людина взяла хабар такой величезный, на посаде начальника міської милиции Одессы. Еї суд берет и выпускает. И Макухой, насколько я понимаю, уже, мабуть, в Украине и нет. Если есть, то где-то ховается. Я так думаю. Ну, мы будем... Чи есть у вас механизмы, реально? Есть механизмы. Чи вы так присели, балакали, пошли, поплакали? Ні. Есть механизм, есть великое желание, главное. Это, мне кажется, в этом случае, это подготовка очень серьезного, очень, понимаете, повноваженного государственного обвинения. Потому что мы не раз текались с государственным обвинениям очень слабким, где воно разваливалось ну, два-три слова судді. Таке ж бывает. И вы согласны за мной, пан прокурор. Но, когда будет подготовлено по законодавству государственное обвинение, и что судья какого-то суду в первой инстанции прийме решение, скажем, не полностью, что это как-то спорно-законное, то апелляция, ну, или суды в высшей инстанции зможут же, спирающись на это в первую инстанции, сделать певные висновки. И это должно быть так. Мы можем пикетировать суды, мы можем полить шины, но до чего это приведет, или приведет до чего? Вот тут проблема. Мы готовы на всех этапах следствия допомогать прокуратуре, органам прокуратуры, допомогать, включать свои какие-то ресурсы, но давить на суды мы не можем, ну, это будет незаконно. Вопрос к одному и к второму спикеру. Сегодня вас, вот честно, положа руку на сердце, что больше волнует? Реформа прокуратуры или реформа судебной системы, о которой все говорят, кто со страхом, кто с плачем, кто с возмущением, потому что как раз в судах и решается то, что делает военная прокуратура, то, что делают общественные активисты. Вот что все-таки больше волнует? Своя рубаха или судебная система? Вы знаете, я думаю, что я бы такого разделения, честно говоря, не стал бы проводить, исходя из своей позиции, по крайней мере. Я думаю, что реформа правоохранительной системы важна в целом. И рассматривать в этом контексте отдельно прокуратуру и суд я бы не стал. Во-первых, я считаю, что это элементы одной системы. Это элементы системы правосудия. Вот мы, я же говорю, мы инструмент, может быть, в какой-то степени репрессивный. Суд – это инструмент, который дает этому оценку, конечно. Поэтому сказать, что при хорошем суде не важно, что будет плохой прокурор, наверное, нет. Не уверен, что это хорошо. Точно так же наоборот. При хорошем прокуроре плохой суд, наверное, тоже не выход. Поэтому в любом случае важно и то, и другое. Другой вопрос, что, на мой взгляд, проблема всех наших реформ не в том, как они написаны. Вот. И не в том, как, какую концепцию они пытаются преподнести. Проблема, на сегодняшний день, я вижу, глобальная проблема, это кадровая. Просто глобальная. Почему? Потому что мы пытаемся найти ответ на то, каким должен быть хороший прокурор, каким должен быть хороший судья, там, неважно, или хороший депутат. Вы почувствовали мой следующий вопрос. Он, в первую очередь, должен быть гражданином хорошим, таким же, как и каждый из нас. Он должен быть добропорядочным, он должен быть честным, он должен быть патриотом, он должен любить свою страну и мотивированным на качественный труд. И всего лишь одно отличие от всех остальных, это профессиональные науки. Знаете, я вот не скрою, очень приятно, вот не люблю кому-то льстить, на это не лезть, это действительно факт, когда прокурор военный говорит не только о репрессивных каких-то механизмах, это действительно правда. Не только говорит о том, что надо строже наказывать, но говорит, что человек должен, как и прокурор, и судья, быть, прежде всего, гражданином. Дмитро, вот кадровое питание, это действительно питание, оно не только для військовой прокуратуры, но и для прокуратуры вообще. Тут есть в общественной и в общественной механизме, я все повернусь до практичной площади, механизмы, допомоги у кадрового питания. Можливо, с вашей ради кто-то піде в прокурору. Так, может и так быть. Я уже сказал, что один из комитетов, который мы имеем в пятницу, то есть 23-го, запропоновать на консультативной раде, это будет комитет против действия и коррупции в органах прокуратуры, и так далее, в органах веконавчих, владе правоохоронных органов, в органах самоврядувания. И первая группа рабочая, которая будет там сформирована, там будут три рабочих группы. И первая группа, это группа по переверке доброчесности, то есть анкеты по доброчесности. Мы будем собирать свои какие-то данные по тим прокурорам, которые прошли это анкетирование. Другая группа, это по оновремену кадрового состава прокуратуры. То есть не только мы будем проверять, кто там проходит тестирование, а мы будем и захочевать гидных людей, которые за фахом и за всеми критериями подходят к прокуратуре, захочевать их долучаться к органам прокуратуры. Это все главное. И это, мабуть, будут люди из средств тех патріотичных сил, которые уже есть в Одессе, в Украине вообще. Это наша будет такая вот... И пытание до військового прокурора, я, конечно, не могу обойти этот вопрос. Ситуация сегодня в войсках, которые находятся на передовой, потому что многие, наверное, большинство военных прокуроров уже побывали в зоне АТО, являются участниками боевых действий. Насколько она сложная с точки зрения права, или все-таки удалось, были моменты, когда она была сложная, особенно в начале войны, сегодня стабилизировать эту ситуацию, потому что в обществе различные возникают темы, различные фейки убрасывают, дескать, там все так плохо в армии. Ну, успокойте, общественность, не так плохо, все под контролем. Вы понимаете, ситуация под контролем, в любом случае. С точки зрения правового поля, в котором происходит антитеррористическая операция, то оно существует, военная прокуратура в нем действует. Скажем так, если существовали какие-то нормотворческие проблемы в этом, они на сегодняшний день разрешены. С точки зрения военно-политической, то, конечно, ситуация, я думаю, все мы знаем, какая. Но каких-то других новостей по этому поводу я вам не сообщу, но с точки зрения правопорядка в войсках он обеспечивается. И насколько сегодня существует тесная коммуникация военной прокуратуры с другими правоохранительными органами, с областной прокуратурой, с национальной полицией, с службой безопасности Украины? Ну, опять же, если брать в качестве примера ту новость, с которой мы начали, то, в принципе, это взаимодействие довольно эффективное. Мы как раз-таки при изобличении и пресечении деятельности этой организованной группы взаимодействовали в первую очередь со службой безопасности Украины, но также с нами плотно сотрудничало руководство областной прокуратуры и областное управление национальной полицией. Поэтому на сегодняшний день недопонимания между ведомствами нету. Какой-то борьбы или соревнования между нами тоже нету. Мы делаем то, что мы должны делать. То есть мы видим, что существует правонарушение, и оно не устраняется. Я сейчас задам уже в финале нашей программы вопрос, на который вы, конечно, 100% не ответите, но хотя бы дадите надежду нашему обществу, надеюсь, в скором будущем гражданскому обществу, есть ли сегодня в разработке наиболее отъявленные коррупционеры не только в Одесской области, но и по всей Украине, именно в ведении военной прокуратуры. Потому что от вас ждут тех дел, которыми вы уже сегодня доказали, что вы граждане нашей страны. Я думаю, что все знают, что военная прокуратура Южного региона действует не только в пределах Одесской области, она действует еще в ряде областей так называемого Южного региона Украины. Поэтому, если интересует общественность, то да, безусловно, мы работаем и по другим высокопоставленным должностным лицам других областей, органов власти, правоохранительных органов других областей. Поэтому, безусловно, на сегодняшний день пока пока мы это делаем эффективно, мы продолжаем и будем это делать дальше. Я хочу обратиться к тем, о ком идет речь, вы все равно спрятаться не успеете, потому что, ну, знаю, как работает военная прокуратура, может, что-то успеете спрятать, но сами нет. И будем считать, что именно с этой площадки стартуют новые резонансные дела по задержанию тех, кто нарушает закон. Итак, интерактивный опрос, мы вышли на финал нашей программы, какая из этих структур вызывает у вас большее доверие прокуратура, суд, полиция. Сразу отмечу, что приятно, нас, судя по всему, наш телеканал смотрят и работники судов. 40% вот такое доверие судам одесским, я так понимаю, прежде всего, ну, украинским в целом, ну, прокуратура на первом месте 59%. А работникам судов, конечно же, огромное спасибо, но занимайтесь лучше судами и судите по справедливости. Спасибо огромное, что были с нами. Сергей Яровой, начальник отдела военной прокуратуры Южного региона Украины и Дмитрий Рогловский, глава консультативного совета при Одесской областной прокуратуре были гостями нашего прямого эфира. Доверяйте прокуратуре, доверяйте себе и начинайте себя, не нарушайте закон. Всего доброго, увидимся на седьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова